Если нужно что-то объяснять, то не нужно ничего объяснять. Привет, меня зовут Даша, и пришла посылка книжного толка из магазина Reader.ru. Ну что ж, я распаковала, пора вытаскивать. Я вот даже не глядя, вот я распаковала, и кропка прибыла такой вид конверта какого-то. И первое, что я вижу, это Lovely Cat, ежедневник для женщин. Но я его прибыла не того, чтобы это был ежедневник, а, как ты знаешь, я очень увлекаюсь генеалогией. И меня нашла моя пятиюродная сестра по материнской линии. И в переписке с ней выяснилось, что она вот ежедневники на 365 страниц. То есть она на соответствующей страничке записывает дату рождения соответствующего родственника. И таким образом можно выявить просто потрясающие сказочные совпадения. Ты бы знала, до какой степени сложно найти ежедневник в 365 страниц. Они все гораздо-гораздо уже. То есть, ну, в основном это 290 страниц где-то вот, то в лучшем случае. Так, ну, давай уже его вместе с тобой разглядим. То есть я тебе уже показала, что лицевая сторона выглядит вот таким образом, розовенько, с маками. Это маки, наверное, код. Обратная сторона тоже розовая. Разовая сторона таким образом. Ежедневник не датированный. Вот здесь идет, чтобы я своей рукой могла вписать число в месяц. Конечно, вручную придется датировать весь, потому что я не смогла найти датированный ежедневник на 365 дней в году. Так что буду сюда вписывать всех своих родственников. Учитывая, что их больше, чем 280 персон у меня в древе, геологическая задачка будет не из легких. Так, далее. Я заказала вот такую книгу с таким очень интригующим названием «Моя сестра живет на каминной полке». Автор у нас Аннабель Питчер. На самом магазине не было аннотации, поэтому я, к своему великому сожалению, полезла читать аннотации на Либрум. Там сплошной спойлер. Я прям злюсь на тех, кто писали свои отзывы. Ну, в общем, я так поняла, что... Помнишь, книгу «Милая Костя» я рассказывала? Это что-то вроде... А, помнишь, у сестры был брат младший? Так вот, я так поняла по аннотациям, что эта книга что-то вроде той, но только глазами вот этого брата. Ну, это вот если сравнивать. Конечно, это не продолжение. Это просто что-то подобное, что-то похожее. Далее я заказала точилку для карандашей. Я очень люблю писать именно карандашами. Тем более, что... Ну, вот для дословного дрела я... Во многих материалах я же только карандаши могу что-то подписать. И, соответственно, заказала. А у меня точилка криво точит. Ну, или, может, плохому танцору скользкие полы мешают. Вот, я заказала точилку вот с такой вот... Она идет как бы с мусорной корзинкой сразу. Да, такая мусорная корзинка минимум у меня будет стоять на столе, и буду от нее точить карандаши. Вот, сейчас не смейся. Я тебя прошу, ну, пожалуйста, ну, ладно, смейся. Я заказала два таких прозрачных уголка канцелярских. Они просто по 2 рубля там стоили, и их оставалось только два. Так бы я их больше взяла даже. Также я заказала клейкие закладочки для книг. То есть, интересные места закладывать. Здесь одна часть прозрачная. Я тебе сейчас бушину покажу. То есть, она состоит из двух частей. Одна цветная, на ней можно что-то написать тем же карандашом. И одна прозрачная, которая наклеивается на саму книгу. При этом чернила книги, она не портит. То есть, нет такого эффекта, что она забирает эти чернила на себя, и от этого шли бледнее становится. И очень удобно потом найти подходящее место. Оказала вот такого плана, и еще вот такого плана. Просто знали, что сумму добить. И еще одни клейкие закладочки, но они у меня уже немножко другого толка. Здесь вся закладка, она какого-то определенного цвета. То есть, она не делится на прозрачную и цветную. Это была вся моя посылка. Скоро должна прийти еще одна. Она будет более книжная. Так что, ждем посылочку. Уже через недельку должна прийти. И все. Я тебе желаю радоваться каждой мелочи, которая происходит в твоей жизни. Не только каким-то крупным, прям, библиографического толка событиям. Но и мелочам рыбки станет мир светлей. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok